Два дня осталось до того момента, когда станет известно имя победителя каникул в Мексике. Участников становится всё меньше, а желание выиграть всё сильнее. Ничего себе, это как круз с кипером. Вчера утром Бонни предложила ребятам выбрать пару, которая поедет на последнее свидание. Ну что, в полиции контору? Где все? На Стэйси. Что, реально, что ли? Да, а вас? Вэл едет. Когда Вэл узнал, что девочки выбрали Стэйси, он решил поступить благородно. Я отдаю это свидание тебе, Владимир. Да ладно? Кайфуйте отдыхать эти последние дни. Однако многие уверены, что Вэл просто испугался. В прошлый раз у нас после свидания не вернулся один мальчик. Рамас и Вика наконец выяснили, что между ними происходит на самом деле. Рамас, я без фанатизма отношусь к тебе, на развитие не более. Вэл и Катя играют в друзей. Однако ни о каком доверии нет и речи. Наши власти сделали так, чтобы Катя покинула эту виллу. Вопреки опасениям, Вадим и Стэйси вернулись со свидания, и вечером состоялась очередная церемония. Вы должны выбрать человека, которому не доверяете. Этим человеком оказалась Катя. Катя, прости, но тебе не доверяет большинство обитателей этой виллы. Остальным участникам Бонни предложила решить, какая пара покинет проект. Три голоса из пяти ребята отдали за то, чтобы ушли Вадим и Стэйси. Сегодня вечером в преддверии финала участникам придется быть предельно откровенными. Поможет ли это одержать победу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С Добрым утром, мои дорогие финалисты. Вот вас и осталось четверо. И меньше уже не встанет. Никаких просьб и провокаций. Я просто хотела вам сказать, что вы самые лучшие. Вы моя радость и гордость. Спасибо вам за все. Ваша Боня. Ура! Успела я открыть глаза. И уже передо мной стоит кофе. И Вэл читает письмо. И радости нет предела. Это, наверное, мне кажется, самое доброе утро в моей жизни. И вообще на каникулах в Мексике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приятненько. Нас уже не будет меньше. Это круто. Мега приятное письмо. То есть с самого утра нас зарядила Бонечка хорошим настроением, расположением духа, настроение боевое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Письмо приятно. Очень приятно. Мне прям дохраняло. Нереально приятно. Я к вам первый раз в таком настроении просмотрю. Знаешь, чувствуется, что в финале, потому что кофеек уже принесли, попролазили. Ну, уже чувствуется, что в финале спонтохнет. Пора включать звездность. Ну, не знаю, даже я не буду. Блин, а мне не верится, что мы в финале. Мне тоже как-то вот так. Потому что нас четверо. По привычке сидишь под гух. Я вообще как-то не ощущаю себя финалисткой. Ну, осталось нас четверо. И я даже не думаю о том, что я действительно, возможно, могу претендовать на приз. Как-то вот спокойно. Я не думаю об этом. Все будет так, как должно быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вчера мы с тобой танцевали, обнимались, целовались. И этот секс с мимолетной ночью... Что? Что за бреет? Настолько делает наши отношения насыщенными и незабываемыми. Наш командный дух. Командный дух. Потому что мне интересно, как так получилось, что мы в конечном итоге просто понимаем друг друга. Я сама удивляюсь, но решила на эту тему не думать, потому что у меня нет ответов на эти вопросы. Я, честно, никаких преград не вижу. Я беру тебя за руку, там, обнимаю. И я не чувствую какого-то негатива. Ай, нет негатива. Я на каниклах в Мексике научилась любить своих врагов. Никакой агрессии большой нет. Мне кажется, это я вчера ее отпустила. Хотя я задолго до этого отпустила. И мне сейчас единственное, что мне сейчас очень жарко, что с самого начала мы так не общались. Ну да. Это парадокс, что мы с тобой вместе. Еще разговариваем второй день. Еще вчера танцевали. И в финале, буквально неделю назад, мы с тобой цапались постоянно. Может быть, каникулы в Мексике меня изменили? Может, изменят? Хотя бы я задумалась над тем, что, может быть, все-таки иногда стоит расслабиться? Конечно. Я ощущаю в своей голове ответ на вопрос, почему вдруг недруги стали мне близкими людьми? И почему все разногласия ушли на задний план? И я даже не вспоминаю никакой ни негатив, ни раздражение, ни ссоры. Загадка для меня. Офигеть! Привет! Привет! Ну что, привет! Я приятно удивился, когда видел гадалку. Мы с ней знакомы уже год. Ната Вилли, она предсказывала, что я все-таки не одержу победу в том финале. Я ей в какой-то степени вначале не доверял. А сейчас я понимаю, что сбываются. И у многих сбываются. Я женился. Ты представляешь? А вопрос, а когда у меня будут дети с Полиной? Представят ли сейчас? Четыре года. Или два. Появится в скором времени женщина, которая захочет разрушить твой брак с Полиной. Она будет пытаться это делать на протяжении пяти лет. Ты изменишь Полине? И она это узнает. Через шесть лет, возможно, у тебя будет другая жена. Я всецело доверяю гадалке, но я буду делать все, чтобы немножко изменить свою карму. Я не собираюсь изменять свои Полечки. Я однолюб. Никогда. Если только она пьюсь, и меня изнасилуют. Без вариантов. Будет ли у меня международная карьера? Певца. О, Господи, чтобы сказать, что было. Ничего не могу сказать, что было. Да, у тебя будет мировая слава. Мировая слава. Действительно, моя мечта с детства держать татуэтку Грэмми в руках и видеть на первом ряду своих родителей. Я думаю, что к этому я буду идти. И гадалка меня подбодрила немножечко. Здрасте. Когда я увидела гадалку, все-таки я таких людей очень опасаюсь, потому что я не люблю черные глаза. Я не люблю, когда человек тебя видит насквозь. У нее очень такая сложная, тяжелая энергетика. Ты очень гордая. Да. У тебя тяжелый характер. Да. Ты готова бороться с кем угодно. Да. Ты должна выбрать. Либо ты будешь нежна и мила, либо ты будешь продолжать воевать. Ты здесь находишься для одного. Это достичь победы. Но не забывай, что это тебе тоже как урок жизненный. Для меня до сих пор загадка, как человек, который меня не знает, может, посмотрев на меня, сказать о моем характере. Как скоро я уже замуж из-за кого? Это может быть либо один месяц, либо один год. За месяц этого абсолютно не похоже на меня. Я очень долго принимаю какие-то серьезные решения. Карьера хорошая. Должна влюбиться в нее. Сто процентов. Я не хочу влюбиться в нее. Что? Красиво. А ты? Мне сказали, что мне нужно полюбить свою работу. Будем стараться, будем влюбить. Что меня ждет в будущем? Ждет для меня успех. Что я хочу ждать в будущем? В будущем? В будущем в жизни. Нужно наслаждаться жизнью и наслаждаться, в частности, своими отношениями с девочками. Две женщины в той жизни. Одна в прошлом, а другая в настоящем. Я любил в этой жизни уже один раз. Не люблю ее до сих пор по-своему. Для меня пока что что-то встретить новое, пока я не рассматривал. Я встречаюсь, я общаюсь, неинтересно, мы расходимся. Я прослезился в моменте, когда она затронула речь про моих родителей, про мою маму, как они ждут меня, любят меня и переживают. Ты должен быть уверенный в себе. У тебя ждут очень много побед в этой жизни. У тебя будет очень много открытых дверей. Возвращение надо. Я это говорил много раз, что для меня победа здесь не главное. Для меня победа выйти отсюда победителем, когда меня будут признавать люди, когда я буду, я не знаю, гастролировать, когда я буду петь песни, когда люди будут радоваться. Для меня это есть победа. Жидает ли у меня какая-то успешная карьера после проекта? 50% ваша карьера будет дать. Ты не сможешь полностью влиться в свою карьеру, только на 50% где-то, потому что у тебя будут некие проблемы. С чем связаны эти проблемы? Ты придешь к такому заключению, что тебе не нужна карьера, что ты лучше будешь искать себе мужа и строить семью. У меня буквально недавно закончились отношения, долгие, серьезные довольно-таки. И я не готова сейчас опускаться в ума с головой. Нет, для меня реально сейчас важна карьера номер один. У тебя очень много желаний увидеть кого-то, кто дома. Доченька моя, доченька. Когда у тебя будут жизненные моменты, где тебе будет тяжело, где тебя обижают или где тебя предают и так далее, всегда вспоминай свою дочь. Потому что это единственный человек, который тебя вытащит. И что, жизнь продолжается? Очень много внимания было сконцентрировано на моей дочери, по которой я безумно скучаю, и мне эмоционально было уже тяжело. То есть я как только встала и пошла, у меня прям слезы градом, у меня прям вырубилось. Слушай, Рамазотик, хотела спросить, у меня не злишься? Можно, пожалуйста, побуду вас, да, пожалуйста. Мы не ожидали. Расстроилась? Да ну, что ты веришь, на самом деле? Ну, у меня состояние сейчас вообще... Ой, вспомнишь, что ты... Ты вспомнишь, что ты последний день, что ты скупаешь дома? Завтра, блин, еще последний день. Черт его побрал. Ну, нет, завтра вообще, знаешь, как день пройдет? Завтра пойдет вообще... Завтра будет весь, завтра все придут, мы повеселеемся. Мне хочется плакать, а у меня, ну... Почему? Не льется. Просто хорошо. Ну, иногда полезно, знаешь, как себя хорошо чувствуешь. А у меня не... Я прям, я чувствую, что у меня... У меня нет слез, блин, а мне прям хочется... Надо плакать, я сейчас не радовалась. Куда? Ты одна хочешь посидеть? Да. Блин, ну чушь слезы. Чушь расстраиваюсь. Слушай, Роман Зотик, хотел спросить, ты меня не злишься? Я думаю, мы вчера все, весь этот негатив отпустили. Да отпустили, отпустили. Не злился на меня, потому что я на тебя не злюсь и за эмоции я тоже там извиняюсь за свои дурацкие. Вот. В любом случае могу сказать, что как бы я на тебя... Я сейчас так не думаю, как говорила-то. И мне реально неприятно за вообще последнюю вот эту ссору нашу, потому что она была ужасной, конечно. Черт возьми. Ты, ну что скрывать? Ты реально по жизни... Потому что есть люди даже у меня, которые умеют... У меня даже друг такой есть, который умеет именно... Ну, не то что спровоцировать, а подпитываться. Я не делаю это со зла, Роман Зотик. Я просто выплескала свои эмоции. Ты такой человек. Я выплескала свои эмоции, и так как я риска в своих выражениях, тебя это зацепило. Все, и поэтому пошла-поехала. Мне иногда так стыли за свои эмоции бывают. К этому можно было раньше прийти, понимаешь? Нет, я не могу раньше. Если там, допустим, тогда у меня были еще эмоции, там у меня была еще злость вот такая, знаешь, непонимание. Не вообще, не сейчас, не вот этот разговор, а вообще в целом, что... Блин, черт, ну вот так вот, ладно. Я очень гордый человек. Именно гордость мне не давала сделать первый шаг, чтобы с Ромазом поговорить. И я знала, что Ромаз тоже не подойдет. И в итоге я поняла, что вот сегодня все, я действительно отпустила весь негатив, и я там его не ненавижу, и никаких плохих и негативных эмоций к нему не испытываю. И опять же я вижу в его глазах, что Ромаз тоже успокоился, и точно так же себя чувствует. С Катей поговорили. О чем? Просто подошла. Она к тебе подошла, да? Говорит, не держишь ли ты на меня зла? Да в целом нет. Слушай, тоже, если честно. Ну, черт возьми, блин, я всегда здесь говорил, здешние эмоции это здесь. А там в жизни настолько все это легко и просто отпускается. Я склонен отпускать ситуацию, не говорю, чтобы прощать. Если мне будут напоминать о них, да, они будут там улыбаться и говорить, ну, было и было. Мне не хочется уезжать с проекта и держать на кого-то зло, обиду. И поэтому вот мы сели, поговорили, и в принципе все выяснили. Мы не должны плакать предпоследний день. Слышишь, ты тем более. Ну, ты чего раскрылась? Можно, пожалуйста, побуду я туда, пожалуйста. Да ладно! Ну, как обычно! Да, да ладно! Каким образом? Это сверху. Привет! Офигеть! Эй! Заменились! Привет! Все, как? Вообще, что это? А я иду так... Ой, она... Зам, ты свеженькая, а? Я так... Я не верю в это. Как? Хорошо. Подожди, мы не ожидали такого. У нас гадалка здесь. Гадалка, может, пришла. А почему именно плачет? Просто гадалка. Да? Там биополия, понимаешь? Посмотрела на нее, как-то повлияло. Энергетически просто. Что произошло? Не плачь, все вот хорошо. Да все хорошо, все! Тише, дайте мне поговорить с девочкой, с вами не общаемся. Мы все, мы, блин... Возвращение мое, в принципе, прошло так, как я и хотела. Я хотела удивить Вику, получилось еще и Рамаза удивила. Поэтому все отлично, я попала в самый нужный момент, как раз, когда Вике нужна была поддержка. Я не знаю, сегодня просто случилось с того, что меня прям реально выбило просто, блин, из жизни. Просто выбило вообще визит этой гадалки. Блин, а что же такого, она говорит, что ты с дочерью связанная? Нет, с дочкой наоборот, она очень много говорила о дочери, что... Что у нее все будет хорошо. Что с сегодняшнего дня мне нужно думать только о дочери, ни о ком вообще больше. Что только она меня поддержит всегда, и она будет моим стимулом. А как же я... Ты реально одна приехала? Да. Я себя чувствую на вилле, как дома. У меня такое ощущение, как будто я никуда не уезжала. И у меня прекрасное настроение, я понимаю, что это последние дни, и мы должны получить из них по максимуму прекрасное расположение духа. Я дома. Блин, моя любимая комната – это оранжевая. Может, дверь уступать? Прям стук не сильный. Все, блин, прячься, прячься. Эмоции, на самом деле, у меня нереально позитивные. Будто бы вот зашел домой к себе. Рави! Криви! Очень рад был, как меня встретила Катя. Она прыгнула ко мне и очень, безумно рад. Здорово. О, Бен, ты бы выстал, я смотрю. Ой, встретили нас хорошо, и меня тоже в чат. В частности, Белл все полезно, мы целоваться, обниматься. Я же, смотри, я вообще расплакала. Не, у нас на самом деле все, у нас вообще такой позитивный. Мы все таки помирились. Мы с Белл нам помирились. С Мазом мы помирились, мы всем помирились. Круто. Ну, отлично. Оп! На самом деле я радовался, как ребенок, от того, что пришли люди, которые ушли недавно, но я им был рад. И вилла опять заполнилась нашей какой-то мексиканской семьей, и было реально весело и очень круто. Ощущение просто вау, круто, очень круто. А ей как давно? Блин, крутяк! На виллу, честно говоря, мне возвращаться не хотелось, потому что свобода, куда хочешь, туда и делаешь, что хочешь, то и делаешь. Ну, приятно было увидеть ребят. Ребята! Батя! 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 Блин, вот это вот эмоция, когда все друг другу рады, вот реально, блин, вот это круто. На самом деле я очень была рада видеть Мишу, очень была рада. И очень ждала Настя. Пришли уже все, а Насте не было. Ребята, привет! Сегодня вечером состоится финальный оракул. Вопросы пишут все. Нам нет дела до оракула! Я не хочу ничего справиться! У нас тут здорово. На самом деле мы общаемся с Вэллом. Поговорились сегодня с Рамазом. Очень хорошо поговорили. Да, очень хорошо, вообще. Ай! 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 Ай, рада! Моя девочка любимая! Я по тебе соскучила! Я соскучилась, моя хорошая, моя маленькая бубочка, моя бусинка. Я изначально зашла на виллу, я зашла сразу же в фиолетовую комнату, я увидела Катю. Для меня так было приятно, что она вот с эмоциями, даже со слезами, она меня встретила. И вот меня эмоции переполняли. Я была настолько рада ее видеть, я так за нее волновалась. Вообще, блин, я так ждала, все пришли, тебе нет. Фу, я опять тряпка. Мы помирились с Вэллом, мы помирились с Рамазом. Да ладно. Мы вообще с Вэллом в отличнейшем, в отличнейшем просто стоим. Да, ну ладно. Представляешь? Не поверю. Правда. Сейчас мы танцевали, медленный танец вообще. Ядренок, кочерыжка. Сегодня с Рамазом разговаривали. Все выяснили. Хорошо. Подружились. Ну как, ну отпустили все это. Тебе говорю, у нас сейчас атмосфера вообще фэмили. Я по ней соскучилась безумно просто. И тут я поняла, что этот человек для меня очень близок. Действительно, я понимаю, что с этим человеком я буду общаться в реальной жизни. И мне безумно приятно, что она вернулась. Она классная. Да ладно! Я знала! 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 Да, блин! Это жесть! Я домой! Блин! блин вообще эмоции выдавались сами за себя я понимаю в принципе вот когда ты не видишь человек и потом его увидишь блин это позитив я не знаю в принципе словами не передать потому что это все идет изнутри не боюсь ребята привет сегодня вечером состоится финальный оракул вопросы пишут все но заданы они могут быть только четверым претендентом на главный приз кати велу вики и рамазу до встречи вечером боня сегодня будет последний оракул и надо спросить все что мы не успели спросить за это время я думаю посвящу свои вопросы финалу сюрприз чтобы после каникул вы оставались еще к сексуальнее мы дарим каждой участнице годовой запас шампуня кондиционера лошадиная сила бальзама ополаскиватель лошадиная сила также профессиональные фотосессии Ура! Быстрей! Влетаем! Ура! 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 Добрый вечер! Рада видеть вас всех! И претендентов на приз, и выбывших финалистов. Сегодня ваш последний оракул. Итак, напомню, вопросы писали сегодня все, но адресованы они только четырем финалистам. Вопросы, как обычно, анонимные, и отвечать на них сегодня нужно искренне, как никогда. Первым идет к чаше оракула. Ксюша, иди ты. Вика, ты засветила свои дыни на всю страну. Ты что, серьезно рассчитываешь на победу? Тебе даже гадалка сказала заняться ребенком, а не развратничать. Да, вот так вот, ребята. Нет, ну что ты засветила дыни? Мои дыни никуда не скроешь. Они при мне всегда, да. И мне нечего стыдиться, я могу сказать так. Вот. С воспитанием ребенка у меня все прекрасно, все отлично, и я действительно претендую на этот приз. Спасибо, Ксюша, за следующий вопрос. Катя, будут ли твои родители гордиться, как ты шла по трупам к победе? Я не думаю, что я шла по трупам, но я явно уверена в том, что родители будут гордиться моим поведением здесь. Мне кажется, речь идет о Полине. По трупам это, наверное, Полину. Я не считаю Полины трупом, если честно, я ее не убивала. И не надо забывать, что это игра. Родители будут гордиться. Да, будут гордиться уверенно. Здорово. Особенно папа. Спасибо, Ксюша. Машенька, идите, следующий. Ромас, ты в прошлый раз ушел, ни с чем и даже никого не чпокнул. В этот раз чпокнул Марину и тут же ее упустил. Денег ты не получишь. В финале оказалось все случайно. Ты по жизни в озер? Ну, а я отвечу так. Я не чпокал. Я горжусь этим, что я не встретил там девушку, с которой я занимался бы сексом. Я всегда говорил, что мне не хотелось размениваться налево-направо. Мне хотелось построить отношения и показать людям, каким я бываю в отношениях. Ситуация с Мариной. Да, после ее ухода я сидел и винил себя в каких-то моментах. Думаю, неужели это я позволил забрать? Или неужели я не поддержал человека, чтобы она осмелилась остаться? И какие-то вопросы задавал себе. Но чтобы сказать, я ее отпустил, я думаю, неправильно. Я просто принял ситуацию, которую, к сожалению, они сами мне дали. Рамаз, я хочу тебе сказать, что ты тогда сделал правильный выбор. Знаешь почему? Они вместе. Потому что Марина сейчас беременна. Серьезно? И она выходит замуж за Сергея. Ничего себе! Интересно. Да. Ну, опять же таки, да, я задумываюсь. А времена Сергея? Либо от Ромаза. Неужели я настолько реально... Кстати. От Ромаза времена. Подожди. Браво, Ромаз! Нет. Нет. Ромаз. Нет. Вы не предохранялись? Извини, что я спрашиваю. Такого вопроса снова. Ну, блин. Да такого быть не может. Ну, были моменты, да, мы сглупили там и там не надевали кое-что. Было и такое, да. Ну, это навряд ли от меня. Навряд ли. Но, в любом случае, готов принять любой исход ситуации. Поэтому, будет как будет, посмотрим. Вэлл, ты уже в уме распределил деньги, которые считаешь стопроцентным выигранными, короче? Выиграешь. Во-первых, скажу, для меня победа важнее, чем деньги. Деньги – это великолепный бонус. Скрывать не буду. Деньги нужны. Как говорил, на развитие. Будем инвестировать в свое творчество с Полиной. Вот. Деньги еще не делил куда что. Нам надо как-то жить, по сути своей. Снимать квартиру. Опять же, немножко подумал я о благотворительности. С радостью пожертвую часть денег. Вот. Никаких вычислений нет. Для меня это не принципиально. Но, естественно, приятно получить такой денежный бонус. Если я одержу победу, у меня будут деньги. Я лично сам поеду в детские дома и конкретно каждому ребенку, человеку, у которого какие-то проблемы, буду помогать. Я думаю, она действительно изменилась как-то, да? Она показала сейчас опять свое истинное лицо. И нам, как финалистам, за этот вопрос я и сижу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вэл, вот ты сейчас женат, у тебя есть жена. Как в твоей семье будет, если ты выиграешь эти деньги? Ты будешь один распоряжаться ими? Или ты вот скажешь, жена, вот деньги. Как мы будем ими распоряжаться? А она скажет, хочу шубу соболинную. Скажу так, мы эти деньги поделим по ровну, потому что мы вместе зарабатывали на испытаниях. Окей. Поэтому это и ее деньги, и мои. Она здесь находилась сколько? Больше 200 дней. Я там 300 с чем-то. Получается, что шуба у Полины будет? Будет. Опа. Катя. Катя. Да. Это был действительно продуманный и просчитанный ход. Да. Выйти на прошлой церемонии за Вэлом. ТЧК. На нем доехала до финала. ТЧК. Доехала. Честно говоря, страшно. Какой будет твой следующий шаг? Последний раз я вышла за Вэлом для того, чтобы осталась на проекте Настя. Вот и все. Ну да. Считайте, что это стратегия. Стратегия, чтобы оставить близкого мне родного, дорогого и человека. Все. Ладно. Классник. Хорошо, ладно. Спасибо. Вика, скажи о своих чувствах к рамазу. Вика, ну давай на чистоту. Давай. Я уже вижу, что тебе рамаз нравится. Тебе хочется с ним быть. Давайте на чистоту. Именно сейчас я могу сказать о том, что мне приятно с рамазом общаться. И мы вчера друг другу сказали, что в принципе рассматриваем друг друга. Ну так, на разок может быть. Да, нет, у меня чувств к рамазу однозначно нет. Просто здесь, да, мы в завтра пространстве находимся, и рамаз единственный молодой человек, на кого я могу выплескивать свою сексуальную энергию. Ага. Вот. А я так не пользуюсь. А рамаз что с ней делает этой энергией? Ну извините, я же тоже ее не выплескиваю прям вот так вот, возьми меня. Все как-то на сути. А то давно бы уже, ты же хотел. Ну Вика, это не значит, что это дошло бы до какой-то точки. Рамаз. Я бы сказал. И мне не понравилось то, что мы пришлись. Вот сегодня ребята приехали, мы так встретили, я так радостно, там радовался, что нет негатива. Но все равно какие-то вопросы были, там вот цепанули. Сегодня мы услышали претендентов на победу. Были ли они искренни решать вам? За кого из них отдать свой голос? Тоже только ваш выбор. Остался один день. Завтра кто-то из этой великолепной четверки станет обладателем двух с половиной миллионов рублей. Удачного вам вечера. Спасибо. Точнее, удачной вам ночи. Раку финалистов я пережила нормально. Я на самом деле думала, что будут какие-то вот гадкие вопросы. И мерзкие, как обычно. Вливание грязи на финалистов. И зависть. Но мне кажется, что лайтовые вопросы были. Никаких негативных эмоций в тот или иной момент не появилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я на самом деле ждала действительно очень важный вопрос. Правда. Вы были знакомы? Байтовы, байтовы. Не, ну слушай, на самом деле вопрос Вики про дыни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, завтра последний день. У меня счастья не хватает. Господи, как я рада! А-а-а-а! Я там сейчас ощущаю, что сегодняшний день закончился. Все, завтра шли. Адекватный вполне. Ну, были, конечно, низкие вопросы. Все равно были. Ну да. Фу, вот это такое вообще лошье. Не знаю, кто это писал. Не, ну я все. Но мне легко. Понятно, кто написал. Понятно. Кто мне задавал, что не пора ли тебе показал свои дыньки, я рассказывала об этом Вэллу тебе и Кате. Все! О чем? Про дыньки. О сегодняшнем гадалле. Что гадалла? Говорила? Про детей? Да, Катя написала. Откуда ты знаешь? Ну, я же не мог написать этот вопрос. Кто еще там третий был? Я сегодня вопросы вообще не писал. Да, ну Катя тоже не писала свои вопросы. Да. Так что она как-то сказала. В любом случае, в коллективе были, есть и будут лицемеры. Катя, да, она три месяца здесь говорит, я считаю вот так вот и так вот. Если бы она не была со мной в паре, она бы никогда не дошла. Голосовали вчера за человека, которому мы не доверяем, да? Никто не доверяет ей, понимаешь? Угу. Она лузер. Я в финале. Я, правда, ей не верю. Вообще не верю. Для меня это знаешь, я даже сейчас сидел на Оракуле. Уже день прошел. Да. Ты это считает мои дни. Завтра последний. Я сидела на Оракуле и понимаю, что ты последний. И нам как финалистам задают вопросы, а я сижу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Теперь тебя не в покое, блин. Я в покое. Я в покое. Я в покое. Я, блин, черт возьми, она... Не, на самом деле я клянусь, да? Допустим, вообще в целом брать ситуацию. Я не скажу, что я готов именно по финансам, но именно по состоянию. Что я готов вот именно, что вот мой ребенок, свои вот 23 мне будет через год. Несмотря на то, что сложилась такая ситуация. Нет, я не говорю не про нее вообще. То есть именно по... Не про нее. Вообще в целом. Свои 23 мне бы хотелось ребенка именно в любви. Я знаю факт, что я встречу с Серегой. Я знаю, что я факт встречу с Мариной. И все очевидно станет явью. И поэтому ничего не избежать и ничего не скрыть. Блин, я тебе объясняю, что по финансам... Что ты не игрушка, да даже не по финансам. Ты просто не знаешь, как я отношусь к детям. Нет, Ромас, мужчинам рано в таком возрасте, потом дети остаются одни. Нет, нет, вы ошибаетесь. Да все вы так говорите. Нет, не поверь мне, Ромас, вместе ребенок я знаю, как это все. И как я люблю детей, и как я к ним отношусь, и как я к ним проникаю. Все не в этом дело, Ромас. Дело в том, что очень... Я буду самым умным, ой, самым умным, самым добрым, объективным папой любящим, который будет объективно наказывать, но после наказания подходить и обнимать, целовать. Как твой папа делает. Да. Волнения нет. Я так посидел, сейчас понял, что... А что волноваться-то? Что мне волноваться? Просто жаль. Да нет, я просто пока на эту тему даже не хочу заморачиваться и говорить, агитировать, потому что готов, не готов, там, волнуюсь, не волнуюсь. Ну, есть какие-то подозрения и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значимости у нее никакой нет, она из-за этого переживает очень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы с Машей, короче... Давай. Давай. Я не хочу в башню. Я тоже не пойду в башню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята сегодня вернулись, и нужно было определиться, кто где будет спать. Наша комната неприкасаемая, да, моя с Ромазом, оранжевая, фиолетовая, Катя и Вэла. В общем, девочки не могли определиться, кому из них нужно идти в башню. Там страшно. Маша и Ксюша скидывались на Чичико. Кто же туда пойдет в итоге? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, ты в башню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто в башню? Я в башню не пойду. Пойдем-ка дай мне кое-что. Пойдем. Ты снова башни с Ромином в одну кровать. Нет, я не буду спать с ним в одну кровать. Все, я еще не знаю, мы живем сидим в домике, а вы решайте, что хотите. То есть ты уступишь мне кровать, да? Две? Две комментарии задержали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего вы спорите, господи, а в чем проблема? Вы не можете спать вместе? Я-то видишь, что я вообще спорю? Не, я не могу спать вместе, да. Наложись, наверх или там, на кровати? Нет, я хочу на кровати. Три спальных места. О, наверх, кстати, наверху тоже. Три спальных места, да. Слушай, ну я понимаю, так я хочу на кровати, я любезно интересуюсь, присутит ли мне ее Ромина. Он отвечает, да. Да, мужчина. Вот в этом и был вопрос. и равен любезно не и уступает это пригласно все разговоры закончились существовать человеком с которым не самые лучшие отношения то у тебя на каникулах мексику пережить такое чтобы я жил с этим человеком в одной комнате как вы понимаешь у меня не раз такое было поверьте срочно в этом нет всем ребятам обрадовались а ксюша в общем-то никто и не обрадовался тем как-то все равно было с ней никто особо не разговаривал когда она говорила ее никто не слушал и как-то вот в этом негативе ксюша видимо почувствовала свою какую-то отсутствие значимости до в коллективе абсолютная и она естественно расстроилась ксюша в образе ксюша в образе замечает вообще в таком почему не за что сейчас но дико веселить что он сидит как будто незначимость какая-то есть она понимает что она по сути потеряла значимость значимость у нее никакой нет она из этого переживает . что что вылезла на пятый день не чисто все люди расслаблены она единственная прижима вообще почему такая напряженная энергетика богатых ходит на право да да ужас ты можешь пожалуйста мне уступить в люксе диван я тоже не хочу башню я не хочу чтобы ты туда шла Ну и сама я туда идти тоже не хочу. Нет. Блин, надо как-то поправить. Ну что за обрет? Блин, почему какой-то должен быть человек левый, который как изгой должен идти в эту башню? Я спала. Я прям все, все. Я все, знаешь, когда я прям эмоционально выжда, как-либо кого-то меня вот так. Ну подумаешь заснуть на диване, и все. Ну реально. Ни у меня, ни у Маши нет никакого мальчика. Мы могли бы спокойно спать вдвоем, а Рамин спокойно мог бы спать в башне. Я не понимаю, зачем все сложнее. Тем более последнюю ночь, мне кажется. Да, последнюю ночь, и надо одного человека как изгоя какого-то отправлять в башню. Я не хочу туда идти, вот реально. Блин, не ругайтесь. Понять друг друга после. Духи какие же. Съедят тебя. Ну все, успокойся, заяц. Ну блин, Маши не только у меня. Маша. Бедняжка наша. Потому что она так боится всего в башне, мне кажется. Она вообще садится с ума, но мы ее туда не отпустим. Мы ее заберем все равно ночью, украдем ее оттуда к себе. Ну блин, понятное дело, что если она плачет, я себе уступлю. Но я тоже туда не хочу идти. Все, я уступаю, ребят, я уступаю. Ну все. Что мне, блин? Что мне делать? Веря, ты ж знаю, что где-то мы поели в крыше какого-то. Я поняла, все. Ты ж знаю, что я даже не могу лежать с кем-то. Знала. Блин, Ксюха. Ну блин, я реально чувствую себя виноватой очень. Да никто бы не тебя виноват, никогда. Ты что, прикалываешься? Я не понимаю, что происходит. День слез, девочки. Да не день слез. Ты меня реально бесят, когда я всегда на тебя делаю скранишь. Всегда. Всегда. Да, я всем уступаю, понимаешь? Да блин, Маша, слушай, у меня нет к тебе вопросов. Она меня просто убивает. Почему? Ко мне всегда такое отношение. Я тебя не купила. Пошла, благодарю ее и все. У всех свои проблемы всегда. На меня всегда-всем. Всегда почему-то. Ходи и так, блин, наступаю по своей инициативе всегда. Ну, спасибо тебе большое, честно. Да блин, ты что, Аняка? У тебя нормально? Ты что, мне не страшно? У меня вообще голодный. Ты что, прикалываешься? Ну, в любом случае, все пойдем тебя проводим туда. Посидим с тобой там, если надо. Посидим давай. Чтоб у тебя одной не идти. Мы все идем в башню. И, главное, самые трусихи пошли провожать. Ай, блин. Не, ну вы-то вдвоем, блин, понимаешь? Вдвоем, как бы, какая разница? Вдвоем тоже с тобой. Я вообще-то что. Я помню, я первую ночь шла сама сюда. Я чуть не устраивала. Я могу хоть в лесу одна, понимаешь, жить. У меня хобби вообще никаких нет. Да ладно. Могу хоть там без еды, без воды вообще. Оставляйте меня, где хотите. Ты сейчас припустишь там. Ты не боишься, конечно. Там почти черри вообще одну. Я о-го-го. Мы, предавшись заботам, съедающим время, забываем оставить ненужное время. Растворится в мгновение сущности света, ощущая внутри света музыку летную. Не злитесь, друзья, не ругайтесь. Понятно, о других постарайтесь. Обидели, просто покайтесь. Почаще душой улыбайтесь. Тема закрыта. Я не хочу с тобой обсуждать. А ты мужик просвести. Да? Слушай, так тебе бы тоже привязать не мешало. Ты мужик. А тут есть я, который вы не мне даете деньги, ребят, а вы делаете детям. Если кто-то будет голосовать, скажем, разношерстно вот так вот, да, то есть просто у меня есть все шансы как раз таки не победить. Я знаю, что я выйду отсюда, я начну зарабатывать больше. Я говорю честно, были стратеги. Если бы не каникулы, вообще не было бы меня. Добро пожаловать на финальную церемонию «Каникулы в Мексике-2». Ух! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok